Здравствуйте, это Менчмейкер и Инна Шуф в нашей рубрике «Живой портрет». Сегодня в нашей виртуальной студии мембер, который довольно тихий, мало кто видел и знает, несмотря на то, что он у нас был как-то, я помню, на ибете. Алекс Яковсов. Алекс, привет! Привет, Инна, здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья, нейтрально встроенные лица. Я не то чтобы совсем тихий, я просто как бы, к сожалению, редко бываю в матчмейкерах. Я шумлю в некоторых других местах, иногда даже по радио шумлю. Ну вот, я решил откликнуться на Инн призыв, сделать живые портреты. Мне кажется, это и просто интересно, да и время настало уже как-то двигаться. И знакомиться, да, и находить себе жену. Жену, партнера, да. Да, вот особенно боевую подругу, честно говоря. Но я прекрасно понимаю, что ты сам должен быть боевым другом, готов. А ты готов? А вот я не знаю, понимаешь, это самое интересное, что когда ты чего-то... То есть, мне кажется, есть два типа отношений. В принципе, да, как бы часто есть ведущий, есть ведомый. Причем часто это ведущая и ведомый. Это бывает, наверное, не реже, чем если ведущий и ведомый. А ты ведущий или ведомый? Я понимаю, что я как-то сам по себе. Такая ножка, кот, который гуляет. Ну, в паре как бы нельзя быть самим по себе, да? Ну, вот понимаешь, я пытаюсь в самом себе даже как-то вот разобраться. Больше я ведущий или ведомый. Может быть, в зависимости от обстоятельств. Ну, да, и обстоятельств, и своих, и обстоятельств другого человека. Просто я что хотел сказать, что есть такие отношения, да, когда один доминирует, и это хорошо. Но, в принципе, надо, наверное, быть готовым, если ты ищешь человека, с которым ты хочешь связать свою судьбу, платить ему той же монетой, которой ты ждешь от него. Да, вот если, понимаешь, может быть, некоторые из ребят знают, кто-то видел меня на каких-то перформансах в свое время в музыкальных джемах, там, кто-то еще где-то. Люди знают, что я иногда выступал как, ну, такой, как бы импровизационный, что ли, там, музыкант, певец, иногда как поэт. И я чувствовал, что очень часто нужен человек, на которого ты можешь опереться, как бы, в толпе, вот, просто смотреть на него, да, как на опору, как на, вот, на стол твой. Ну, ты должен быть готов, что, ты должен быть готов то же самое сделать для этого человека, когда у нее, там, какие-то свои будут жизненные, важные и драматичные ситуации. Ты должен тоже быть готов, как бы, быть. Понятно. А какие еще рекваймансы? Что ты еще ищешь? Женщина. Ну, не знаю, может быть, высокая владелька? Не обязательно высокая, не обязательно. Какой-то тип у тебя есть, какой-то свой тип у людей обычно есть. Ты знаешь, у меня есть, как бы, тип, который мне нравится больше всего, это, условно, примерно, что-то вроде Натальи Барлей, которая кавказская пленница. Да. Но это не обязательно, да, с таким, как бы, одуванчиком, прической. Но это, вовсе, не обязательно так. И это, вовсе, не обязательно должна быть, скажем, брюнетка. Друзья и подруги, они, так сказать, приходят в любых цветах, в любых или почти любых размерах. Скажем так, я лично, например, не очень люблю, ну, это, как бы, такая частность. Я не очень люблю, когда люди, не только, скажем, противоположного пола, но и моего, употребляют, скажем, мейкап. Но если это к месту, если это к расе человека, то замечательно. Как сказал Грибоедов, ну, то есть его персонаж, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Пожалуйста. А как же ты считаешь, мужчина должен за собой следить, там, не обязательно мейкап, там, скажем, но... Вообще-то желательно. Желательно. Я надеюсь, что это не дик, так сказать, конкретно в мою сторону. Но вообще желательно. Знаешь, кто у нас символ современности? Метросексуалы, вроде Дэвида Бекхэма. И there's no damn thing wrong about it. Дэвид Бекхэм, он один из первейших красавцев нашего времени. Если бы он еще больше голов забегал, когда он футболистом был. А ты интересенся футболом? Ну, в том числе, да. А ты слышал какими-то спортом? Ну, футболом в первую очередь. Ну, я знаю, что я слежу и за американскими видами футбола, видами, то есть спорта, и за другими видами. Просто футбол, как в одном советском фильме было, что хоккей – это на любителя, а футбол – это на всех. Вот. Ну, и кроме того, я также блогер, независимый журналист, публицист, и я иногда высказываюсь о футболе, иногда о совсем неспортивных вещах. Поэтому я слежу за многими вещами. Ты много затронул токтапиков, пока отвечал, и Рёх, и… Из пушки по воробьям. И свою журналистскую деятельность, и многое другое. Расскажи и в фестивале там, расскажи немножко о своем творчестве, в смысле Рёха. Ты знаешь, у тебя есть группа своя? Ну, у меня нету, как бы, постоянной группы, это немножко проблема. Вот, пользуясь случаем, если есть музыканты и музыкантши, среди слушающих и смотрящих нас, буду рад, крайне рад познакомиться даже с этой целью. У меня, как бы, такой плавающий состав. Да, я записал целый ряд песен, я иногда выступаю в качестве такого вот свободного художника, да, свободно присоединяющегося. Я люблю переводить тексты, особенно вот русских песен. Не обязательно рок, но по большей части на английский язык. И это одна из вещей, которые я делаю как… Это еще не карьер, который оплатит деньги, но это некое такое большое хобби, которое я надеюсь превратить в карьеру. Как такое, знаешь, строительство моста культурного между нашими странами, между нашими культурами русскоязычной, да, как бы, культурой бывшего Советского Союза и культурой Америки, культурой мировой. Вот. И, да, наверное, кто-то из ребят меня мог видеть все время в Даунхаузе, на русских рок-фестивалях, просто на тусовках. Вот. И я бы очень хотел снова, чтобы это вернулось, эти времена. Поговорили о музыке, ты написал, что ты… Ты сказал только что, что ты так же блогер, ты видишь, или LiveJournal, или… Я… Понимаешь, LiveJournal у меня есть, но я довольно редко сейчас туда пишу. Потому что он потихоньку умирает. Ну, ты знаешь, у меня нет такого впечатления, он, в принципе, вполне еще дышит, потому что LiveJournal, скажем, это место, где удобнее складывать большие какие-то тексты. Просто оттуда вот с моего опыта, я тоже там когда-то много писала, сейчас уже все перешли на Facebook. Все мои такие вот LiveJournal-овские френды все уже на Facebook. Понимаешь, у всех этих… Я не как бы не IT-шный, да, не компьютерный специалист, я очень активный пользователь, но я не специалист. Но у меня впечатление, что каждый из этих сайтов, будь это LiveJournal, Facebook или, там, скажем, Twitter, у них своя особенность. Twitter – это для коротких таких шарп, очень выстрелов, как, не знаю, там, того же нашего президента или еще кого-то. LiveJournal, наоборот, как бы для каких-то таких пространных, расслабленных рассуждений. Да, Facebook – это что-то такое текущее, но и в Facebook, да, люди умудряются писать какие-то крупные вещи, и это набирается часто много просмотров, лайков. У меня это не так много набирает лайков, я, как бы, не сам. Мога подписываешь? Ты знаешь, я считаю, что, может быть, я слишком хорошо пишу, я просто не очень вытаскиваю свое творчество на раскрутку, потому что для меня Facebook – это больше как отдушина. Я вываливаю все, что мне либо придет в голову, либо любую, там, первопопавшуюся забавную фотку. И я знаю людей, которые неплохо раскрутили, сделали себе имя именно через Facebook. Но я знаю также, что… У тебя такая акция есть? Понимаешь, это было бы неплохо, и у меня есть и своя страница, меня как артиста, и есть пару групп, которые я основал. Но все-таки я не вкладываю вот это такое усилие. Может, это и неправильно, но я, скорее, наоборот, хочу раскрутиться где-то еще, чтобы люди затем прознали и посмотрели, нашли меня на Facebook, и мою личную страницу, и мою страницу как артиста. Я начал активно писать в 2010 году сперва в газете «Еврейский мир», а потом, спустя год, это перекинулось на сайт «Эхо Москвы», и до недавнего времени я был достаточно там активен. Вот. Ну, иногда я также бываю там в электронных средствах информации. Я не знаю, может быть, кто-то из ребят меня видел, или кто-то из родителей наших членов группы меня видел или слышал за последнее время там на Дэвидсон-радио, на RTN. Вот, случается тоже иногда. Не говоря про твою журналистку, карьеру, или хобби, скорее, и про радио, газеты и так далее, да, ты много пишешь и говоришь о политике. Политика – это твой. Конёк, насколько я видела, я сделала маленький ресерч, что по тебе на интернете, так как я тебя не знаю. А ты считаешь, что политика вообще важна, вот в твоем, каждодневной, в твоей жизни, это важно? Ну, как я сказать, вообще есть такое выражение, что не занимаешься политикой, политика занимается тобой. И потом, мы живем уже больше 30 лет в такое время, когда это просто очень интересно все наблюдать. Мы приехали в эту страну благодаря совершенно тектоническим изменениям, которые произошли в нашей прошлой стране. Да, она распалась, и слава богу, то государство распалось. И для наших актуальных телезрителей ты из Украины, правильно? Да, ну, я с очень интересной частью Украины, я из Харькова. Это, как бы, город, который и украинский, и русский в то же время. И поэтому я чувствую, знаешь, как себя привязанным и к украинской теме. Как мой Донецк. Да, тем более. И есть еще страна, к которой, наверное, мы все довольно неравнодушны, возможно, позитивно неравнодушны. Это такая маленькая, узенькая такая полосочка земли, где-то там на Ближнем Востоке тоже есть. Вот. И потом, понимаешь, для меня политика – это просто часть, как бы, чего-то более широкого. Поскольку я учился все временно историка, поскольку мне нравится наблюдать, как бы, за процессами, какими-то за жизнью. И это, как бы, просто кусок общего, такого существования нашего. Немножко больше. Я знаю, мы много говорили про журнализм, про твою виртуальную деятельность, про концерты. Немножко, хотелось бы как-то немножко вернуться, поговорить немножко о тебе. И такой вопрос. Вот ты встаешь каждое утро, ради чего ты встаешь? Ну, знаешь, есть такой фильм российский, ДМБ. И в одном из... ну, это трилогия, по-моему. И там во второй части есть потрясающий эпизод, когда одного солдата случайно заварили в бочку, и он стал как-то таким оракулом. И его спрашивают, скажи нам, великий пророк, в чем смысл жизни? Он отвечает. В расписании дежурств по КПП. Понимаешь, то есть, мне дико нравится эта фраза, потому что она говорит о том, что смысл жизни как бы в том, чтобы быть готовым к действиям, чтобы быть готовым к жизни. Да, как бы, ради чего я встаю, это иногда даже очень трудно себе объяснить. То есть, ради, там, Бога или ради кайфа, иногда ни один ответов мне не подходит. Значит, наверное, можно ответить просто вот ради жизни. Да, понимаешь, потому что, наверное, вставать, даже если ты залежался утром, что случается, все равно встать, это, наверное, лучше, чем не встать. И маленький в лицах принес. А что лучше, быть правым или счастливым? Как сказал Иисус, у Булгакову правду говорить легко и приятно, поэтому правда несет за собой счастье, по крайней мере, какой-то тип счастья. Я не знаю, что это было. Нет, я сказал правым. Фрукты или овощи? Фрукты, они вкуснее. Снег или дождь? Снег. Религия или отель? Религия. Тем более, что отельизм тоже религия. С нами сегодня был я, Алекс Яковлевсон. До новых встреч. Спасибо.